всем опять добра это анда продолжение стрима про первый холл в храме почему-то у меня прокастер не подключался к серверам сейчас я вроде вижу все нормально так пока проверю звук звук где-то так раз вот она все это на чем мы остановились примерно потому что мне пришла в голову следующая мысль как она выглядела до туго примерно вот так мы наблюдаем это вот этот купол со стороны жуем попкорн и нас все хорошо а идея это у меня родилась теперь вот такая то есть практически мы как зритель было бы веселее поместиться практически внутрь я подумываю даже может быть потом сделать прям вид изнутри но меня сейчас останавливает то что я хочу все таки вот эту полукруглую структуру всего этого местечка сохранить диспозиция персонажей будет примерно такая же но так сейчас мы подумать диспозиция будет примерно такая же но будет подчеркнуто положение зрителя он мне сейчас будет смешивать то на почему не вы сможете соответственно по вот этой схеме я сейчас чуть-чуть по перестрою вот это вот пространстве и посмотрю насколько этот ход будет удачнее потому что в общем пока это непонятно так это дымы поскольку демон у меня здесь будет располагаться примерно так же и на заднем плане овал вот этот не меняется принципиально тут в общем переделок там такое скажем посильное количество вот эта штука значит здесь у меня все еще продолжается что пол здесь меня тень вот тут у меня такая каменюк валялась удачная я ее вот сюда вот заложу и потом буду объяснять собственно где же она находится там на ней просто блик такой он мне показался удачный так теперь значит там на задних планах на меня все горит она продолжает это делать значит здесь будет оцвет пока просто тона потом 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 их надо будет исправлять потом потом вот это все здесь будет блички и он врывается вот отсюда ломает соответственно вот эти две арки большего нам пока не так что призов так это были остатки с прошлого еще хорошо бы и тональное решение смог себе не про ну как-то не потерять так все горит что-то я заботилась так все горит вот здесь тут кусок каменюки торчит так это что такое это вот то арка а вот это другая там они соединяются здесь на ней есть от цвета здесь на ней тоже есть слабые от цвета мне это должно помочь выстроить всю эту структуру в точности здесь персонажа надо будет переставить потому что вот тут будет все занято тоном что нам надо будет очень аккуратно здесь решать это самый первый план и вот тут с ним тоже будет быть осторожными надо будет быть крутая фраза там все горит ну так спокойненько здесь уже начинается потолок потолок потом надо будет тоже очень внимательно посмотреть где там что какие вильки на нем лежат потому что должно быть очень четко понятно где заканчивается вот это вот круглая хрень и начинается другая архитектура так это арочка вот этой колонны там уже не будет там уже другой совсем наклон горизонт стал и еще пониже теперь но она ломается точно так же здесь я уже влепила его несколько агрессивнее мужичка надо оставить вот здесь почти по центру но сейчас посмотрим так влепила я его уже это ручище вообще будет не видно по сути и вот он тут вот так торчит более того может быть даже его и подобрать а нет там он будет все равно здесь же продолжается еще колонна колонна то есть она его будет вообще здесь закрывать ну как то так там продолжается потолок что с ним пока я не знаю я в принципе не уверена в том что это будет хорошо это будет агрессивнее то есть и надо будет его здесь опять перестраивать куда-то ему тут руки девать не знаю как как в прошлый раз но где там колонна а вот тут вот он через нее вылезает вылезает это его нога это там другая нога да все сложно то есть здесь мне нужна нога иначе я ее про строить потом не смогу ну что-то там она как-то там видимо за колонной куда-то девается там горит пожар что здесь творится как так здесь сквозь колонны видно то что происходит у входа там вход там вход он светлее значит эту часть здесь будет сложно так насколько плохо вообще на композиции сказываются вот эти две орясины то есть я короче все опять с нуля перестраиваю и композу все опять переделал нету мне покоя пожар горит за сзади вот за всей этой штуковиной иначе я никогда не справлюсь нормально со светотемией так это то что было здесь как раз вот в верхнем правом углу налеплена каша а тут в принципе есть некоторая попытка объяснить что темнее что светлее вот в этой части а здесь каши 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 причем не дружба нет это какая-то плохая каши вот этот комок здесь вообще непонятен если тут все разрушено создана еще стоит если я его разрушу совсем то его нельзя будет прочитать возможно этот эксперимент и нехороший но он явно агрессивней он явно более впечатляет вот это вот это несчастное создание я не хочу сдвинуть примерно может их там даже будет двое но только это сейчас не главное вот он тут разламывая все это дело вылезает и в этом что-то есть как грамотнее это сделать это все у меня колонны так там колонны колонны тут он все раздолбал и в лес то что он так наклонен меня пока не смущает меня больше смущают всякие другие детали вроде того как распределить тона так локоть должен читаться вот эти обломки я уберу там лучше пусть будет свет огонь и черт знает что то она надо будет потом очень хорошо поуточнять здесь колонна она еще стоит так либо другой вариант здесь все хорошо эти овалы все читаются плюс-минус 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 там бличков всяких подобавлять будет наверное неплохо а тут тогда все разломать например вот прям посносить а значит это вот вообще посносить там вынуть изначальную композу где она ух ты ух ты но она там немножечко будет не в перспективе но 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 не помешает мне она нужна примерно так сейчас это что ты говоришь вот так так здесь она мне не нужна и здесь она мне не нужна и вот тут тоже вопрос а остальное должно остаться во ну понятно что эта ручка пока ни о чем меня-то больше интересовали вот эти просветы тут он ясно тут у него значит все эти там бедра про которые уже сто раз говорили теперь еще раз можно говорить ну вот он тут такой влезает вот вот а здесь что как там ага а здесь вот кусок арки видно обломан и ее продолжение там просветы надо сейчас будет посмотреть что там с перспективой сеточку накидать и соответственно возле лапоньки что там происходит а возле лапоньки все горело возле лапоньки все горело там он уже куски никакие не разбрасывает вот ну вот ну и вот если сравнить с тонами здесь кошмар это можно поправить зато композиция стала подинамичней и кроме вот этого вот округлого этого помещения здесь в общем то ничего другого то и нет так повзрабатываем так хотя что там у меня еще с тонами пожалуй вот эта схема мне нравится больше здесь она конечно посветлее но как то поспокойнее при этом тут более агрессивные тона я думаю это за счет того что я делала color burn на каком-то этапе хотя зеленые тут потерялись так если я здесь сделаю во первых а где они у меня так больше красного больше красного и пожалуй больше зеленого потом еще больше красного не так сильно и оу так смотрим так здесь зеленый лучше читается здесь он менее скорее больше в синий а тут он вон где так тогда с цветами будем сложнее определяться значит здесь мне нравится отношение рыжего с зеленым а здесь мне нравится вот этот вот вот эта пара которая мне дальний план дает свет этот с улицы так поэтому в нашем терминаторе ближние вот эти штуки пока зачерним ладно так сам он здесь отношения нет нет здесь отношения тоже вот эти будут более красные более красные сейчас посмотрим на что это станет в итоге похоже потому что вот здесь отношения явно интереснее хотя темнее так а если мы нет 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 надо этого ну нет так здесь если взять просто чуть подсветлить ну так конечно Типа вот так. Потому что тут вот здесь глубина проработана лучше. Зато здесь хорошие цвета. Так. Это вот здесь. Нет, оно мне дало белизну. Белизна мне не нужна. Так. Брайтнес. Если сороковничка, то много. Да. Насыщенность терять мне не хочется. Таната сами по себе очень даже хорошие. Так. Вот здесь вообще очень классное такое классное отношение, но оно начнет мне спорить с колонной. На колонне... Нет, колонну в свет выводить нельзя. Колонны должны оставаться темнее. Да, я боюсь, что это классное отношение придется похерить. Колонна темнее. Здесь вот эта вот штука играет, но скорее зеленая. Здесь пока не знаю, как объяснить. А, ну вот, наверное, так. Вот это отношение наверное будет использоваться. Вот такой зеленый с вот таким красным. Здесь серый, скорее. Так, там все горит. И оно, в общем-то, горит. Сам демон, скорее, вот здесь нравится. В нем тоже есть красный, который здесь продолжает работать. Что у него там с рукой? Опять надо будет разбираться заново. Тут сложно с этим. Желтый я хочу убрать. Желтый я хочу по возможности убрать вообще. По минимуму. Так, не ставить. Чтобы он мне объяснял, где там горит хуже. В смысле, где сильнее горит, где спокойнее. Пальцы эти. Не знаю, как они тут будут еще состоять, эти пальцы. Не уверена, что объединение двух схем мне вообще что-то даст. Может, он вот этой рукой тут как раз и опирается? Локоть уводить за кадр нехорошо. Он какой-то как курочка на вертеле получается? Нет. Так. Вот он тут вылез. здесь вот эта краснота хорошо. Там. Так, где-то на ней этот тон-то выбранный. Во-во-во. Во. Во. Так работает. хорошее там на красные нашлись. Я считаю. Здесь я этот розовый чуть приближу к этому же смягчу. То есть, это там. Что-то происходит еще и там. И вот эти отцветы здесь будут играть, потому что тут дым, который может ловить свет с улицы. это красный будет лучше, нежели желтый. Блин, какие здесь классные отношения и их никуда нельзя пристроить. Это обидно. Ну, подождите, а может быть можно? например. Там, конечно, надо будет уточнять. Да. Так работает лучше. Здесь вот этот желтый поубирать, если. а то он где-то местами тут бликует. Неприятно. Это тоже нехороший тон. Что-ли взять? Вот. Так. Там не очень понятно, как этот огонь горит у них. примерно так. И сам демон, да, с ним будет интересно. Там у него лапа скорее в огне, шея. Здесь на ноге желтого не должно быть, только красный. оттуда он такой влетает и начинает не разбираясь все это тут крушить. вот это движение вот это обязательно здесь должно быть. Обязательно. Его тут может быть как-то даже поукреплять, что ли. Ну, хотя нет, вот так читается уже. О! О! так. С этими отношениями тут, конечно, все круто, но то есть вот этот рыжий с этим зеленым меня очень радует, но их придется оставить. Так я же говорю. Здесь я похватала, что могла сюда. Этот тон здесь. А что это вообще за тон? Желтоват. Этот тон здесь пусть побудет. Может быть там как-то морду поможет подчеркнуть. Не знаю, вряд ли. Если так, в принципе хватает всего. Там эти ноги надо будет опять строить. Ладно. вот так, пожалуй. Так, здесь будет отцвет. А не тени. Я подумала скорее вот так расположено. Ибо огонь горит вот здесь. и в них будет вот этот вот элемент холодного синего такого. Вроде он тут не очень лишний. Вот это почище. Можно его чуть-чуть усилить. Во! то есть там у него значит за спиной этот холодный свет. Типа там небо и что-то такое. С другой стороны вот что я здесь вижу плохого в такой композиции то, что непонятно. Что там где какая улица как там вообще помещение устроено здесь вот за счет этих двух арок которые здесь более-менее читаются. Оно как-то по очевиднее. надо будет об этом подумать. Так. Чтобы не было ощущения что там уже небо наверное. Не надо такого ощущения. Типа вот как-то так. Так. у меня здесь что случилось? Ну да. Да. так. Упс. С другой стороны цветовые отношения мне здесь скорее нравятся. Так. Теперь значит ручечки и ножички. Так я вот конечно раскидала забавно. Но он явно сюда бежит. Это конечно хорошо. не опустить ли вот эту колонну. Тогда мне там будет чуть побольше пространства на всякие костры и на арки входа все-таки. Все-таки не оставляю надежду их сделать. там они такие немножечко видны. как там все располагается там. А ну здесь вообще перспектива другая. Лучше. Вот так они хоть сквозь подмышку может или пусть просвечивают. вроде того. Так. Ну приблизительно. Причем здесь вот эта часть проблемная какая-то там там будут блики примерно как вот здесь и оно располагается скорее так что получается значит здесь никаких элементов нету при этом здесь есть арка вот примерно так блики эти скорее вот такие и на арке они скорее работают тоже но может быть не так вот так вот так да значит этих лопухов я бы здесь поставила вдвоих это гвардейцы вот все началось они пока еще так считают что они смогут с этим справиться как-то я не знаю как-то копье может он на него наставляет но сразу же должна быть какой-то же не должна работать выполнить вот две такие вот раскорячки вот но они уже начинают понимать что наверное наверное нет ничего они тут не стих раскорячечек надо подчеркнуть здесь так акцент не нужен акцент нужен вам здесь на морде морда должна тоже хорошо получиться лапа опять это чертова ручечка вылезает либо уже успокоиться с ней увести ее вот начиная с предплечья на задний план плечо оставить здесь он туда так загреб и побежал побежал эта ручечка здесь ближе вот примерно так здесь вот цветы поярче так нужен хороший тон чудо желтизм вот такой примерно вот он такой тут несется а это все он как раз и сломал да здесь у нас яркие блички больше вот такие они тут дают этот контраст такой чисто по цвету и арочка здесь арочка темнее как она там по форме то вообще идет немножечко не так но я надеюсь там хоть что-то будет понятно арочка там сложно так поворачивается к зрителю здесь более желтый там вдаль более красный здесь бличок ориентировочно так здесь от колонны вот здесь и вот здесь она тоже есть там здесь пошире чем чем там было похоже так здесь формы примерно сходятся там похоже здесь сломанная она вот вот сюда растет там аж еще одна колонна что ли есть он как раз собой здесь закрывает а там она слоном получается колонна есть еще вот тут ну-ка ну-ка еще примерно вот здесь есть какая-то колонна тударка сходится ну-ка примерно тут ее можно использовать вот такая вот на ней тоже там какие-то блики и отцвети может быть даже но нет здесь скорее свет вот так а блики как раз темнее вот так вот так и все кругом бушу так вот да то есть вот это то что происходит под куполом цирка так здесь взять вот этот темный тон и я думаю попробовать обрисовать вот этот овал все-таки намекнув на какую-то архитектуру то есть там над этим всем еще что-то есть и это нифига не небо никакое а тут у нас колонна продолжается как-то так меблички на ней и может быть даже наметить хотя я не знаю здесь это поможет или нет потолочки здесь потолочки не видны а вот тут они не зато так это вот стена здесь начнется потолок ну не знаю не знаю не знаю так кто-то хочет со мной общаться секундочку то а не drank на в Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот этот круг И, кстати говоря, колонны на полу тоже хорошо бы положить С известной аккуратностью Так, там тени у меня Ну, я их потом найду обратно Просто раз уж есть скетчапчик, этим надо воспользоваться Здесь колонна Поточнее И она тут не заканчивается Она же вот тут вот идет А это просто ее ребро Которое к зрителю повернуто Почти под прямым углом И здесь это у нее тоже ребро Так, тут он все сломал Тут он все сломал Так, здесь блечок Потому что ребро тоже повернуто Не супер мега аккуратно Нет, нет, нет Так, должно быть лучше Например Вот Вот Тут он сбегает, все ломает Там Ну Да что ты Там вход В храм Чуть-чуть пониже Ну и вот теперь надо решать вопрос с ручечкой Там Там Все горит-горит Постепенно сходит на нет Вот Коленка Коленка Что бы я сделала Там Вот может быть прям даже вот так Он ее прям так отбросил туда И загребая так Слегка руками Бежит, бежит на них такой Радостный Радостный Типа сейчас я вас, ребята А вот и я А вот и я Как-то они тут гирлянды Какой разбежались Не знаю, там потом какие-то куски надо накидать Не знаю что Здесь, значит, у меня по оригинальной задумке мусор всякий был разброс И это хорошо Мусор это Нормально Не, вот это вот Здесь хорошее пятно Вот они тут Пойманы Вот блик Не такой Так Форма колонны там Мне вообще пространство нам не дают Блик вот такой И хватит на эту Здесь ровнее Тут оно едва заметно так бликует Вот 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 такое Тоновое решение Вот Такие Блички Вот У меня здесь подчеркнут Купол Вот Горит огонь На заднем плане Он же И здесь Влезает Этот прекрасный Черт Вот Лапонька У него Одна Назад Такая Отброшена В резком жести Локтик Локтики У них там такие С шипами И тут он такой Из огня Просто Ну Торчит Тут у него ровень На пузе У него Тоже будут Блички Такие Условные И самое главное Соответственно Морда Так Там все в огонь Ногу Подвыделить Чтобы Она там Не потерялась Она Конечно Вся в огне Но Ее должно быть Нормально видно Так Значит На коленке Тоже брючок Такой Несильный Так Это плюсна Это Пальчики Вот так Во Значит Здесь У него Ручечка Тут У него Большой палец Как-то Хотелось бы Различать Руки В смысле Пальцы Там Вот это все В огонь В огонь Там это все Ломается Ломается И эти два Неудачника Здесь Так Тут Это Это был Конечно Хороший Ход Надо его Поддержать Ну не Не так Так Вот так Не настолько Не настолько Не настолько Где у меня это оригинальное изображение Это откуда я это беру Вот это Я хочу в тени Вот здесь Взять Взять Попробовать Вот этот же Это же отношение Тонов Больно Но мне нравится Удачное 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 На мой взгляд Вот здесь Так На остальное Смотреть Особо не надо Значит На новом слое Не факт что будет хорошо Сейчас я гляну На что это будет похоже Потому что здесь все таки колонна Вот это все В чем фишка Фишка в следующем Отмена Там Вот этой гране Вот на ней Это будет Развивать интересно А здесь Очень резкая должна быть границы На самом деле Оу-у-у-у То есть здесь На самом деле Небольшая плоскость На которой можно будет тоном что-то такое поизгаляться и взять его здесь нормально но уж куда-нибудь уж как-нибудь я вот поимею с этого всего-то нового отношения здесь можно брать вот этот зеленый прям как он есть и заодно подуточнять вот эту вот грань во и можно использовать здесь блячок холодный а я так думаю в чем мы получили да это мне нравится здесь можно то же самое повторить значит здесь эта грань больше соответственно мы поизгаляться над ней можем сильнее вот здесь опять же вернуться вот к этому и можно будет пару личков поставить так и здесь подчеркнуть что та следующая колонна торчит здесь исключительно мы ее видим потому что здесь все разломано я бы даже это подчеркнула как-нибудь типа вот так то есть да там она есть кстати как она там есть это интересно ну-ка модель . хотя может быть это занудство да это занудство тратить время не будем вот эти отношения классные так ну вот оно примерно все такое сравним так четверочка тут он врывается разбрасывая куски видим мы эту всю колоннаду здесь мы ее видим лучше да ты что вот это да а в чем же дело ой крэш что сейчас будем вот что значит вот не надо отвлекаться на вопросы жизни и смерти вот он мне сейчас не восстановит ничего но здесь немного потерялся тоже начала рассматривать что-то не испугал так очень очень просто наиполезнейшая способность причем по моему это началось с цс именно 6 это когда в настройках пипетки ты можешь выбрать откуда брать можно с текущего можно с текущего и ниже я вот это вот вот подставляю и начинаю по контурам там обводить теми тонами которые мне нужны и можно все можно все без этих самых но без adjustments и в общем это чертовски удобно в цске 5 столько настроек нет очень-очень я вообще конечно люблю фотошопчик так значит здесь у меня арочка вот так нет вот это кстати тот самый случай когда надо было взять и настройку то эту поменять где она там и начинается соответственно я включаю это а в пипетке говорю что мне нужен только текущий слой и ниже но он не влияет на работу вот теперь я чувствую что там происходит верная вещь да адобе это наше все так там блячок идет вот и здесь мне интересно значит вот это вот овал так и под ним никакого мусора быть не нужно ровно вот так ну да конечно так то ну повеселитесь блячок от достаточно светлого потолка а вот тут как раз наоборот таки темнее и здесь уже начинается блячок от пола причем он там сложный но не такой он конечно желтый типа так а там горит огонь и все хорошо так вот вот эти два эскиза я таки оставлю на подумать здесь с деталями конечно много интересного эти все ноги причем кстати я вот смотрю сейчас на эту ногу мне ее хочется немножечко сдвинуть вот это все клешни него прекрасно примерно вот так здесь много много интересных дел можно наделать тут все горит и там начинается пол а вот еще что надо сделать теперь хотя бы понятно что тут где кстати тени вот эти у мужиков тоже надо переделать тени соответствуют расположению источник света да мы и прелесть чтобы соответствовать они должны располагаться как то вот так основное там горение там происходит во так она по правдоподобнее и от этой колонны там тоже все вписывается я чему обрадовалась если отбить вот эту колонну вот от этого мусора это получается гораздо более читаемо мусор и этот вот это резкое пятно контрастное мне указывает на людей пусть пока валяется там эта нога у него он ею бежит на пяточки у него такие же тоже эти штуки вообще очень простой дизайн на самом деле у этих ракшисов можно подумать об осложнении вот вот ляжку то попроще надо сделать какая-то ляжка прям жирная они такие тощие поджары ребята они просто большие но не жир так вот здесь у головы куски не надо разбрасывать лапочкой лапочка 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 в какую сторону лучше повернуть кисть да в общем то можно ее и так оставить вот так пальчики то подростопырил примерно так и уже и неплохо нет слишком прям линейно сейчас попробуем погнуть на самом деле я рисую не в одном слое но все равно получается как в одном то есть я наслаиваю исправление сверху набрасываю набрасываю потом сливаю и снова начинаю исправление вносить на отдельным словом А теперь он такой повкуснее чего получился когтики надо загнуть такая загребущая лапонька вот этот палец дурацкий типа вот так сверху он как-то так на них загадочно указывает а что это я прошу прощения за музончик у меня такой играет а это орки чуть-чуть ее поменьше тоже какая-то больно лишние огромные так ну и что у меня со временем здесь два часа можно еще получать детальчики поделать этот вид мне нравится больше этот вид неопределенно нравится больше потому что вовлечение зрителей здесь выше так тут ляжка больше в тени какая-то загадочная промежность даже думать не хочу о том что так там на спинке у нас играет немножко холодный блик прям ну немножко немножко значит груди ну еще чуть наклонить основание шеи вот здесь там уже даже чуть ли не лопатки имеются на них тоже были чучки большие вот здесь плечо тоже будет блик там он вообще изо дня эту клюшню свою тянут так здесь плохо прикасается или надо вот так перекрыть вот наверное что вот так не самая понятная в мире диспозиция но если вот так и то есть отодвинуть здесь ту колонну немножечко назад а руку наоборот выдвинуть вперед а та рука да она прямо отброшена туда со ненадобностью во да и позишен ничего коленка может быть можно еще чуть вперед типа так так теперь значит смотрим на что эти слои все надо слить вот так ну да так то она конечно получше и что я хочу сделать так это проверить что у нас там с тонами да он продолжает оставаться не темным не черным сейчас мы посмотрим как у нас выделяется у меня такое ощущение что гораздо четче дело стало а здесь вот тут то на чуть-чуть играют здесь хорошо он в общем а ну можно пузо почитать и овал не читается значит вот здесь нужно подчеркнуть светлым пузо поправить вот тут вот кашку чуть-чуть разгрести а остальное пошло вот здесь еще овал бы я уточнила окей так там нужно будет потом по схемочке пройтись здесь здесь ну да здесь оно как-то странно так обрывается здесь вот это пусть будет оно конечно красное но посветлее красное во да 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 этот самый цвет так а чё там а так техника мне сообщает чё вот там я бы все-таки попыталась этот цвет нормальный или плюнуть уже на эту архитектуру куполы хватит ну купол понятно же что купол фиг с ним лапка так здесь мне нужно чётенько сохранить вот этот вот эту загогулину ручечка а ручечка пусть прям к загогулине и приходит тоже не очень хорошо когда объекты друг друга касаются это композиционно не очень удачно нет то есть они должны перекрываться либо перекрываться то есть что-то должно быть впереди что-то должно быть сзади а соприкасаться это нехорошо во вот этот овальчик мы поддержим здесь хорошо контраст лег можно его еще подусилить вот так во овальчик читается так ножичку там ножичка здесь склеилась с остатками колонны я ее сейчас еще подоберу на задний план вот так вот более плавно вот она прямо оттуда из жара прям так здесь я говорила что пузо надо уточнить то есть надо разделить по тону его оно там конечно все бликует и оно освещено но это не повод совсем его терять так здесь можно пройтись по спине чуть-чуть высветлить по контуру ну вот как то так так что я совсем забыла смотреть в чат может быть там какие то вопросы нет вопросов нет хорошо еще ничего не пропустила так так локтик нет это будет слишком ну вот теперь остается самое интересное у меня есть крупные формы у меня есть много мелких форм типа ручки вот эти человечки но архитектура практически никакая так здесь все четко тут я сейчас выставлю получше все эти арки ах ну я же серым опять пошла или нет нет все правильно так а там эти грани мешают восприятию да с гранями получилось прикольно достаточно вообще в скетчапе построить вот эту вот штуку этот процесс мне понравился так там даже будет в общем-то довольно много бликов там что у нас получается это канал блики объясняющие что там имеются грани а не что-то непонятное так колонна заканчивается здесь там еще имеется грань объяснить ее будет непросто так достаточно светлая тень там поставить потом будет реально смотрим что еще где нет недопрочиталась до азисок эта колонна не на месте чуточка и у нее тоже здесь есть грань а там там есть грань вот моя там это надо вообще не видно будет до какой высоты а там можно вот так поставить и это все что осталось от колонны она тут продолжает осыпаться во всю сторону потом надо будет понять что там ближе что дальше чтобы руки не мешали ничего здесь где эта колонна находится никто не знает а хотя вот это не от нее ли остатки все таки хочется посмотреть на модельку меня вот эта колонна смущает так ли это сильно она меня смущает дело в том что даже если она будет стоять здесь ближе я ее сдвигать то не буду она мне здесь очень подходит нет нет не буду я ничего смотреть на меня ни в каких скетчапах все вот так вот все что от нее осталось не надо на больше ничего здесь вот это вот очень хорошо все точненько нарисовано должно быть по идее блички до самого пола здесь а чуть-чуть надо оставить так это а это у меня такой типа там бличок нанесен его тут можно чуть-чуть усилить так там у меня контраст именно такой вот вот и теперь мне нужно думать на мелкой детализации в смысле даже не столько там какие-то волоски на головах нарисовать а здесь получается опять таки архитектура то головатая не не объясняет она чё здесь где то есть ну колонны ну что наверно над этим надо будет чуть-чуточку подумать то есть то есть какие-то хотя бы там орнаменты минимальные потому что тут куча же есть рефов и меня ваня ругал и уэл справедливо потому что здесь в архитектуре куча вот таких вот деталечек интересных они же тоже формируют пространство очень классно они меня нигде не задействоваться тут вообще дофига всего сплошные детали их может столько то и не надо но вот вот эти то штуки потрясающие причем именно не как текстура а как форма вот эти же офигенные штуки над этим надо подумать пожары всякие даже здесь в общем то средних форм довольно мало и все равно деталей хватает да вот все на этом вот таком решении я сейчас останавливаюсь еще раз я смотрю с чего я начала начала я вот где тут вот с этого разница в том что мы стали ближе к сцене это мне нравится хотя и здесь вот эта часть очень неплохо решена но здесь оно более динамичное чуточку более напряженное и кроме того лишнего здесь нету ничего и по колориту она мне нравится вот на этом я остановлюсь попродолжаю я наверное еще без онлайна и потом просто покажу стадики ну в смысле стадии стадик это типа учеба а именно шаги подетализирую тут помедитирую над всем этим узенько такое у него тут он как-то на динозавра похож стал может это неплохо тут тут всякие брови там носы носов у них особо нет ну вот так так теперь я смотрю вопросы если вдруг они есть нет вопроса тогда я на этом попрощаюсь и буду выкладывать обновления уже в виде гифок поэтому со стримами на сегодня все всем удачи надеюсь вам было интересно увидимся просим посмотрите субтитры подогнал